Всего 1-2 матча осталось провести командам молодежной хоккейной лиги до конца регулярного сезона. Стальные Лисы за минувшие 4 недели провели 8 игр на выезде и в 6 из них одержали победы. Последней жертвой магнитогорцев стал Уфимский Талпар о двойном успехе в столице Башкортостана прямо сейчас. Начало первой игры получилось весьма событийным. В стартовом периоде соперники на двоих нанесли 24 броска, две трети которых совершили гости. Но к перерыву счет был равным. Владислав Долгих уступил место Даниле Юрову в звене с Никитой Зиминым и Иннокентием Рыбиным, а сам отправился к Михаилу Грассу и Артему Кузякину. Именно это звено организовало первую шайбу, а Долгих стал ее автором. Хозяева восстановили равновесие после шального броска и удачного рикошета. Вскоре Лисы остались в меньшинстве и вновь вышли вперед. Соперники ошиблись со сменой и Данила Юров с Никитой Зиминым сотворили эффектный гол. Но тут же уфимцы пушечным броском реализовали численное преимущество и сравняли счет. Второй период был равным по статистике, но по счету остался за магнитогорцами. Илья Квачко после неудачной попытки Романа Канцерова забить шикарно сыграл у борта, и лучший бомбардир и снайпер Лисов все же добился своего. Окончательный счет броском в пустые ворота после передачи все того же Канцерова установил Юров. 2-4. Спустя сутки магнитогорцы доминировали на старте игры, но в какой-то момент увлеклись атакой, двое нападающих не успели вернуться в оборону и хозяева открыли счет. Вскоре шикарное соло в чужой зоне выдал Илья Квачко. Показалось, что после его броска на пятачке подставил клюшку Андрей Козлов, но Квачко так и остался автором гола. Ну а Козлов своими действиями помешал защитникам, а вратарю среагировать лучше. Затем свой фирменный проход и качественный бросок вновь продемонстрировал Роман Канцеров. Галкипер был бессилен. Во втором периоде сначала Козлов здорово выдавил шайбу из зоны защиты, Квачко и Канцеров убежали два в одного, и Роман оформил дубль. А затем Данил Гололобов совершил перехват в средней зоне, сам себе протолкнул шайбу на ход через борт, Артем Кузякин удачно нейтрализовал соперника, и вышедший один на один защитник снова сделал то, что не всегда удается нападающим. В заключительном отрезке после передачи Владислава Долгих в меньшинстве совершил эффектный забег чужим воротам и не оставил шансов галкиперу Данилой Юров. Хозяева сократили отставание, но в самой концовке встречи нарушили правила, и лисы всего за три секунды реализовали большинство. Зимин выиграл вбрасывание, Юров доставил шайбу Канцерову, и тот оформил хет-трик. Два-шесть. Предпоследний матч регулярного сезона магнитогодцы проведут дома против Кузнецких Медведей 23 февраля. Прямую трансляцию смотрите в нашем эфире в четверг в 12 часов 30 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВ.